Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! Сегодня поговорим о романе Евгения Замятина Мы. Роман написан где-то около века назад. И за эти сто лет, что прошли с момента написания этого романа, появилось много других романов фантастических, которые описывают будущее. Близкое или далекое. Евгений Замятин перед тем, как сесть за написание романа, вернулся из Европы. И он вернулся после того, как узнал, что в России произошла первая революция. И он хотел наблюдать за событиями, которые случатся после, уже находясь в России. Но то, что он увидел, его не обрадовало, и он сел писать этот роман. По разным данным, по дневникам, по разговорам с современниками, указывается разная дата написания. Кто-то говорит, что это 20-й год, кто-то говорит, что 18-й, кто-то говорит, что 24-й, 1900-й год. Конечно. Но доподлинно известно то, что впервые роман полностью был опубликован на английском языке в Нью-Йорке в 1928 году. А до этого еще издавался в Европе на чешском и немецком языках. На русском языке роман вышел в сильно обрезанном варианте, где-то тоже в конце 20-х годов прошлого века. И он вышел в обратном переводе с чешского. Советские большевики очень боялись того, что было написано в романе, и не пускали этот роман в печать. И полностью этот роман на русском языке вышел только в 1888 году, уже к закату советской эпохи. И про сюжет романа поговорим немножко позже. Сейчас хотелось бы вначале затронуть такую тему, что этот роман, он, можно даже сказать так, что он положил основу для других романов. Для того, чтобы другие авторы, прочитав этот роман, запустили свое воображение и начали думать в направлении, а что было бы, если бы на земле установилось тоталитарное государство. И мысли продолжает Оруэлл в своем романе «1984», и «Скотный двор», и другие авторы. Но и одновременно с фантастикой, которая говорит про тоталитарное общество, появляется фантастика, которая рассуждает, рассматривает будущее, если с такой точки зрения, что в будущем появились какие-то новые технические устройства, гаджеты и так далее. И как это повлияет на людей, которые будут жить в этом будущем. Так появляется серия романов об Академии Айзека Азимова. Так появляются романы братьев Стругацких о прогрессорах. И роман братьев Стругацких о городе «За стеной град обреченный». А также целые сборники фантастических рассказов и повестей от Уильяма Тена и Филиппа Дика. Это американские фантасты. Которые рассуждают уже с точки зрения гуманитарного склада. То есть, как техника поможет сделать жизнь человека лучше и безопасней. Так Уильям Тен выпускает свой рассказ «Срок авансом», где рассказывает о том, как в будущем человек может огласить, что он совершит какое-то преступление в будущем. Отсидеть за него срок, только половину срока, которое полагается за реально совершенное преступление. Если он отбудет этот срок авансом и вернется живым, то он имеет право совершить это преступление. Ему за это ничего уже не будет. Потому что он уже искупил вину. Или же такие романы и рассказы Филиппа Дика, как «Особое мнение» и «Вспомнить все», по которым сняты фильмы. И если посмотреть, что случилось за последний век в мире, в технике, в социальном устройстве государства, то видно, что фантасты не зря работали. Фантасты работали не зря, и они, скорее всего, подали мысли людям о том, что надо следить за гражданами, что нужно ставить везде камеры, создавать смартфоны, которые следят за людьми. Вот в начале августа 2021 года вышла новость, что айфон будет встречать фотографии, которые фотографирует человек с своей базы данных. И если на фотографии будут признаки насилия, то он будет сразу отправлять данные об устройстве в полицию, сообщать об этом. То есть, то, о чем описывали фантасты, оно повернулось с одной стороны. Вроде как эти нововведения делают мир безопаснее, но в этом мире безопасным будут ли какие-то другие инновации? Или нас обложат как колючей проволокой и поместят, как я уже выше говорил, в какой-то город за стеной, в котором будет ничего нельзя? Это другой вопрос. Теперь давайте пройдемся пократко по сюжету романа «Замятина мы», а потом еще попробуем его сравнить, то, что происходит в романе «Мы» с другими романами, которые вышли позже. Так, что мы имеем в романе «Евгения Замятина»? Действие происходит в далеком будущем. После Великой 200-летней войны авторы не уточняют, что там была за война, кто с кем воевал, но потери были огромными. Осталось только 0,2% от населения, которое жило на земле до войны. И человечество решило проблему голода путем создания продуктов из нефти. Была изобретена нефтяная пища. И было образовано единое государство, и все люди стали его гражданами. Это единое государство объединено и обнесено высоким забором, который полностью отгораживает это единое государство от остального мира. И в едином государстве не принято говорить о том, а что же там за стеной. Здесь мы видим параллели сразу с несколькими романами, которые вышли уже после «Мы», Евгения Замятина. Это и Вероника Рот с «Дивергентом», братья Стругацкие с «Градом Обреченным», а также Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и конец света». Последнего «Мураками» я не беру, потому что это такая больше фэнтези, а не фантастика на грани психологии и социологии. А вот Стругацкие и Вероника Рот очень близки к Замятину. Но вернемся опять к роману «Мы». И после того, как голод был побежден, создана нефтяная пища, государство повело наступление против другого владельца мира. Это против любви. Однако в романе Евгения Замятина не говорится конкретно, а в какой же стране происходит это действие этого романа. И рассказывается о том, что происходит в едином государстве от имени главного героя. Главный герой D-503. Имеет странное имя, так же, как и другие герои. И можно заметить, что каждый гражданин имеет свой номер. И если гражданин мужчина, то у него номер будет начинаться с согласной буквы. Если женщина, то с гласной. А сам номер, например, D-503, если мужчина, то номер оканчивается на нечетную цифру, а если женщина, то номер оканчивается на четную цифру. Так их проще различать. Введена такая система унификации. И вся жизнь граждан единого государства строго регламентирована и открыта всеобщему обозрению. Всех, все следят за всеми. И государство следит за всеми. Очень развито стукачество и доносительство. И это все преподносится под соусом обеспечения всеобщей безопасности. Однако человек становится винтиком в бездушной машине единого государства. Человек лишен свободы, души, имени. И провозглашается, что такая вот несвобода – это истинное счастье. Естественное состояние человека. Естественное состояние человека в коллективизме. Когда сам человек представляется ничтожной и заменимой частью этого механизма. И важное значение имеют только мы, а не я. Безликое мы. И вмешательство государства во все сферы жизни гражданского общества обеспечивается за счет так называемой математически совершенной жизни. И Замятин говорит, что в этом государстве совершенная техника, которая позволяет следить за гражданами. Даже когда они остаются одни. Так в квартире, в кавычках, как говорит Замятин, в месте жительства каждого номера установлен большой экран. И он следит за соблюдением распорядка дня, за тем, кто вместе с этим номером находится в его жилище, а также не позволяет этому номеру отвлекаться на посторонние мысли. Повторение этой мысли мы потом встречаем у Оруэлла. А система, как я предполагаю, опять же, я сейчас уже точно не помню, как описывает ее Замятин, если у нас есть система для слежки, значит, есть какая-то база данных, или система видеонаблюдения, ну и так далее, где все это аккумулируется и анализируется. И здесь мы приходим к следующему, более позднему роману, где такая система была создана ученым. Айзек Азимов описывает в своей Академии ученого Гарри Селдона, психоисторика, который создал такую систему, которая позволяет предупреждать и предотвращать исторические кризисы. Как мне кажется, что Азимов вдохновлялся романом «Замятина мы», но он пошел немножко по другому пути. Он решил использовать вот эту идею о контроле, о наблюдении на благо человечества. То, что он может вернуть «Золотой век» в империю, в Галактическую империю, с помощью своих математических, исторических разработок. Но вернемся обратно к роману «Мы». И уже более подробно рассмотрим сюжет с точки зрения главного героя Д-503, который является инженером и работает над созданием космической ракеты, которая будет нести идеологию этого коллективного единого государства на все планеты, куда она прилетит. И он считает свою работу абсолютно необходимой, а себя абсолютно счастливым человеком, что он участвует в именно коллективной деятельности. И однажды он узнает, что существуют люди, которые недовольны существующим порядком. И они желают вести борьбу с этим порядком и с единым государством, с коллективизмом. Он знакомится с женщиной, номером И-330. И она ему рассказывает о том, что вот эта подпольная организация, будем ее так называть, они создают заговор с целью захвата космического корабля. И для этого они решают использовать возможности D-503. И между И-330 и D-503 вспыхивает чувство, любовь. И этот D-503 описывает это как необыкновенное чувство, необычайное чувство, которое он раньше до этого не испытывал. И при этом он видит в И-330, он видит то, чего он не видел в других людях. В ней сохранились обыкновенные человеческие чувства. Это естественность, индивидуальность и так далее. Но для D-503 это настолько ново и незнакомо, что он не знает, как вести себя с И-330. Потому что он раньше никогда с толкин не сталкивался. И-330 знакомит D-503 с О-90. Это такая пухлая женщина. И оказывается, что у D-503 с О-90 начинаются романтические отношения, роман. И как мы узнаем к концу романа, что О-90 беременна от D-503. И несмотря на смерть D-503, которого поймали и уличили в пособником, подпольщиком, и его прилюдно казнили, О-90 помогают сбежать за пределы контура стены, за пределы контура государства, чтобы она смогла на воле, на свободе родить ребенка и дальше воспитать его свободным от коллективизма и его догматов. Однако не все так просто в этом коллективном едином государстве. Существуют привилегированные нумеры, которые имеют доступ к таким продуктам или вещам, которые недоступны для других. И-330, она имеет связь с медиками, которые подпольно синтезируют алкоголь, сигареты и другие запрещенные продукты, которые, если попасться на употребление этих продуктов, то за это причитается смертная казнь. Привилегированные нумеры – это сотрудники медицинского бюро, бюро хранителей и так далее. Они выписывают друг другу липовые справки, которые освобождают их от работы, а освободившись от работы, они идут на тайные свидания или ведут подрывную деятельность. Замятин стал предвозвестником блата в тоталитарном обществе, в советском обществе. И не только сам сюжет романа «Мы», те перипетии взаимоотношения героев, но и идеи, которые Замятин положил в основу этого романа еще век назад, когда он его придумывал, писал, пытался опубликовать. Потом легли в основу других, следующих книг, написанных уже другими фантастами. А то, что роман вышел на английском языке в 1928 году в Нью-Йорке, сделало этот роман доступным для английских читателей и английских фантастов следующего поколения, которых я уже перечислял выше. Это Уильям Тен, Азимов, Айн Рэнд, которая написала уже после Замятина свою книгу «Атлант расправил плечи», источник, где она выступает против коммунизма, против коллективизма и так далее. То есть, Замятин стал столпом для фантастики 20 века, для научной фантастики 20 века, где каждый, кто прочитал эту фан... или каждый, кто услышал хотя бы из следующих писателей-фантастов часть этого романа или прочитал его полностью, смог это переработать и представить нам свои идеи уже в своих романах. Это видео было кратким отзывом на роман Замятина «Мы». Такой большой роман с таким сюжетом. Конечно, невозможно уместить его разбор в такое короткое видео, но хотя бы такое видео будет на канале. Разборы других книг, отзывы на книги можете посмотреть по ссылке в описании. Некоторые разборы книг я поместил в подсказки, они всплывали, пока я рассказывал. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, в колокольчике все уведомления, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!